Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел прием жителей. Эксплуатация самого участка под промышленный объект в жилой застройке, но это новость. Бизнес-инкубатор. Проект торгово-промышленной палаты для молодежи. Мы встречаемся каждую неделю. Обычно это у нас в формате лекций. Мы рассказываем, что такое предпринимательство. Свои первые паспорта получили несколько юношей и девушек округа. Нас подготавливают к взрослой жизни, я так считаю. На прием к главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому жители приходят с самыми разными вопросами. Неразвитая инфраструктура в новых жилых комплексах и недобросовестные застройщики. Благоустройство придомовых территорий и нехватка парковочных мест. Строительство дорог и капремонт домов. Список тем достаточно широк. На одном из таких приемов побывала и наша съемочная группа. Ведновчанки Елена Блинова и Анастасия Годова пришли на прием к главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому с жалобой на действия ориентатора участка, граничащего с их владениями на улице Первая набережная. Сначала он начал засыпать овраг на участке строительным мусором и выкорчевывать деревья. Затем установил оборудование, которое и вовсе сделало жизнь соседей невыносимой. Жители начали жаловаться на нерадивого соседа во всей инстанции. В результате проверок выяснилось, что через участок проходит ручей, а значит он вообще не должен был быть сформирован. Сейчас на месте проводит проверку Межрайонная природоохранная прокуратура. Алексей Спаский также пообещал подключиться к решению проблемы. Эксплуатация самого участка под промышленный объект в жилой застройке, ну это новость. Честно говоря, слишком много мороки или хлопот, он какой-то слишком проблемный участок, чтобы вот так вот не замечать его и продолжать его использовать. Не очень понятно зачем. У жительницы жилого комплекса «Южная долина» Веры Гавриловой претензии к застройщику, группе компаний «РДАЙ». Сначала, говорит, боролись за квартиры, дома продолжительное время были долгостроем, теперь за инфраструктуру. В нашем ЖК и во всем микрорайоне вообще нет никакого общественного транспорта, никакого. А детского садика обещанного застройщиком тоже нет, который обещали еще в четвертом квартале 2018 года. И остановка у нас должна была быть на Зеленом шоссе, это третий квартал 2018 года, и ее так и нет. Из-за отсутствия остановки школьный автобус, следующий из горок Ленинских в 11-ю школу в Купеленке, просто не останавливается у микрорайона, поэтому родителям приходится возить детей на уроки на такси или личных автомобилях. На претензии жителей застройщик отвечает, обязательства свои выполнят, когда построят оставшиеся 20 домов. Только вот Министерство жилищной политики не продлило компании разрешение на дальнейшее строительство из-за многочисленных нарушений сроков сдачи домов. Глава муниципалитета пообещал разобраться в сложившейся ситуации в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Актуальной темой прошлой недели в социальных сетях стала ситуация с вывозом мусора на территории округа. Проблема была услышана в администрации муниципалитета. Подробнее в нашем сюжете. На прошлой неделе в муниципалитете возникла ситуация с ухудшением качества вывоза отходов с мусоросборочных площадок. Власти оперативно отреагировали на происшествия и провели встречу с представителем Каширского регионального оператора, который занимается утилизацией отходов на территории нашего округа. Проблема возникла из-за отказа возщиков от выполнения своих обязательств. Неделю назад, ровно в пятницу или когда-то, в связи с задолженностью регионального оператора перед двумя возщиками, которые здесь были на территории, они просто пришли честно, послали нас. И те короткое время для переговоров, которые были, оно не позволило им продолжить работу в предыдущую субботу. С тех пор ситуация стала исправляться. И уже сейчас заметны изменения в лучшую сторону. С одним из лучших мы провели переговоры также в прошлые выходные и достигли взаимопонимания и по оплатам, и по дальнейшему сотрудничеству. Поэтому со среды этой недели вся техника в количестве 10 единиц была уже на линии у этого подрядчика. Плюс оставшаяся техника обеспечивается со стороны генерального подрядчика компании «Иколайф» и продолжает работать на территории техника «Мосовая». Также поднимался вопрос о замене серых баков на контейнерных площадках. Некоторые из них ломаются в процессе неправильного захвата бригадой мусоросборщиков. Глава округа поручил исправить проблему в течение двух недель. На встрече присутствовали представители Министерства ЖКХ Московской области, члены отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и руководители управляющих компаний. Все актуальные вопросы в сфере ЖКХ были рассмотрены, в том числе и возможный переход на прямые договоры между жителями и региональным оператором. Мы, конечно, вместе с управляющими компаниями вынуждены, хотите не хотите, будем защищаться. Либо вы принимаете поддерживать нашу позицию по ДК-0 в Министерстве, мы ее ставим и фронтально все переходим. Либо же будем возбуждать жителей и переходить на прямые договоры, что вам от этого легче не будет, будет что-то хуже вам от этого. В настоящее время работа по вывозу мусора в Ленинском городском округе производится в штатном режиме согласно графику. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. «Школьный бизнес-инкубатор» – это проект торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Цель программы – популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. На занятия юных бизнесменов побывала и наша съемочная группа. В рамках проекта «Школьный бизнес-инкубатор» учащиеся старших классов Видновской гимназии и школы номер один посетили салон красоты. Провела экскурсию руководитель салона Светлана Федотова. Она поделилась со старшеклассниками историей создания своего дела и рассказала об особенностях профессии. Мы им рассказали, что такое салон красоты, в чем особенность этого бизнеса, что это серьезный бизнес. Нельзя игнорировать то, что это как обычный бизнес, ему нужно учиться. В нем включены такие инструменты, как и реклама, нужно знать и маркетинг, и СММ-продвижение, потому что сейчас современность этого требует. Юным предпринимателям визажисты, колористы и косметологи продемонстрировали тонкости своего дела. Ребята поучаствовали в процессе в качестве моделей. Я нахожу линии, центр самое главное определить. Ребята интересовала и как сделать ремонт, дизайнер привлекался или нет, где были изначально вложения мои взяты, на какой программе мы работаем. Школьный бизнес-инкубатор – это проект торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Программа разработана для студентов и учащихся старших классов. Мы встречаемся каждую неделю, обычно это у нас в формате лекций. Мы рассказываем, что такое предпринимательство, что такое бизнес, с чего он складывается, как его можно открыть. А эти экскурсии, они, соответственно, показывают и рассказывают уже на деле. Учащийся Винновской школы номер один Юрий Евтеев уверен, что станет предпринимателем, поэтому не пропускает ни одного занятия бизнес-школы. Очень понравилась директора этого заведения. Она одержима этим бизнесом, видно, что дорожит ему, действительно сделана качественно, видно, что человек понимает в этом деле, заботится и очень замотивировал себя. Цель таких экскурсий – познакомить школьников с деятельностью компаний, расположенных на территории Ленинского городского округа, а также помочь в выборе будущей профессии. Возможно, многие из них станут отличными специалистами в уже существующих организациях, а кто-то сможет открыть собственное предприятие. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Еще один шаг во взрослую жизнь сделали юные граждане Ленинского городского округа. В районном историко-культурном центре юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта. Продолжит Александра Столярова. В торжественной обстановке в историко-культурном центре юные жители Ленинского городского округа готовятся получать свои первые паспорта. Данное событие стало уже традиционным. Получение паспорта – важный шаг в жизни каждого гражданина. В этот день документ, удостоверяющий личность, получили 14 юношей и девушек, которым в минувшем месяце исполнилось 14 лет. Поздравить с этим событием и вручить документ пришел первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Ну что можно пожелать вам о том человеке? Конечно же, хорошо закончить школу, конечно же, получить достойную профессию, конечно же, вернуться к нам на родную землю, на наш Ленинский край. И самое главное – всегда быть гордостью и радостью своих родителей. Поддержать ребят пришли и их родители, поздравления от которых звучали со сцены. С напутственным словом также выступил заместитель председателя Совета ветеранов Борис Зарицкий. Не только с получением паспорта у вас появляются права и радости, но и появляется весьма существенная ответственность. Ребята отмечают, что подобная торжественность приятна, однако как сейчас использовать паспорт они пока не придумали. Пока что для меня главная задача – это хорошо выучиться и вырасти хорошим человеком. Нас подготавливают к взрослой жизни, я так считаю. На празднике ребята смогли блеснуть талантами. Получивший в этот день паспорт Данила Воскобойников исполнил песню о России, напоминая ею «Быть гражданином – значит любить свою страну и заботиться о ней». Вместе с паспортом юные граждане Ленинского городского округа получили лимитированные обложки на свой документ. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Врачи Видновской районной клинической больницы готовы оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом нашему корреспонденту рассказал заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров. Подробнее о новейших технологиях в сюжете Юлия Пагасьян. С октября прошлого года травматологическое отделение Видновской районной клинической больницы возглавляет молодой врач-травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров. Он отмечает многолетний опыт сформировавшегося коллектива и высокую продуктивность работы коллег. Здесь не знают о выходных или праздниках. Работают в режиме 24 на 7. По чистоте, по обслуживанию, вообще по отношению мне нравится. То есть я могу сравнить. Ну, то есть в больницах не лежала, наверное, там вообще, наверное, никогда не лежала. Это может быть, если только когда детей рожала. То есть, ну вот я могу судить, когда у меня там мама лежала с инфарктом, дочка с перитонитом. То есть чисто, хорошо, то есть персонал, обход вовремя, вот, температуру в мире, давление. То есть любая какая-то, любая какая-то просьба, она имеет реакцию, вот, в принципе, очень оперативную и очень положительную. Травмы разного рода переломы и повреждения – это лишь верхушка айсберга в работе отделения. Подобных операций в год здесь проводят сотни. Сейчас в РКБ доступна высокотехнологическая медицинская помощь таким пациентам. Начиная от современных малоинвазивных методик фиксации переломов, то есть это производится не стандартные классические большие разрезы, а через маленькие прокольчики проводятся специальные фиксаторы. Также в арсенале сотрудников нашего отделения, наших специалистов – это эндоскопия суставов. Это одна из разновидностей новейших методик, где через прокола вводится камера, вот, осматривается сустав. Новейшие технологии способствуют скорейшему выздоровлению больного и позволяют быстрее выписать пациента из стационара. Большое внимание в отделении сейчас уделяется ортопедии. Это плановые операции, хирургическая коррекция стоп, эндоскопическое лечение крупных суставов, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Все эти операции выполняются по полюсу обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно. Потребность высокая есть. Соответственно, мы будем и повышать количество операций, вот, увеличивать объемы. Это можно сделать за счет увеличения доступности нашей помощи пациентам. Вот. Ну и в дальнейшем более активно подключаемся уже не только здесь в стационаре, непосредственно на амбулаторном приеме и в нашей поликлинике, и во всех отдаленных населенных пунктах. Такие хронические заболевания, они требуют уже внимания, лечения уже на ранних этапах. Чем раньше примем меры, тем лучше реабилитационный потенциал для пациентов. Высокие технологии позволяют сократить и время самой операции. В зависимости от сложности они длятся час или чуть больше. Сегодня мы планируем как раз провести ту операцию, о чем мы говорили. Это хирургическая коррекция переднего отдела обеих стоп у молодой пациентки. Она как раз таки относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи. Врачи советуют предупредить критическое состояние лучше, чем хирургическое вмешательство. Поэтому важно не затягивать и вовремя обращаться к специалистам. В поликлинику или непосредственно к докторам в травматологическом отделении. Ибрагим Абакаров лично ведет прием больных у себя в кабинете в стационаре. По будням с 14 до 16 часов дня. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова